Прямые договоры с ресурсниками подразумевают плату за тепло, свет и воду напрямую поставщикам. За несколько месяцев на такую систему перешли 34 тысячи человек. Это больше половины от всех потребителей Абакана. Ресурсники оказались не готовы к ажиотажу в своих офисах. Потребители стоят в очередях, не могут дозвониться по нашим науканальным телефонам и так далее. Недовольство растет. Хотя мы пытаемся через средства массовой информации сейчас довести, что у нас есть и другие. Их пять каналов. На оборотной стороне квитанции указаны все номера. Оставить данные можно лично в офисе, отправить их по СМС с указанием квартиры и личного счета. Сейчас прорабатывают мобильное приложение. Вторая проблема – неразбериха в платежках по начислениям. Мы де-факто имеем три прибора учета. Прибор учета по холодной воде, прибор учета по горячей воде и прибор учета по водоотведению горячей воды. В идеальных условиях, которые должны, естественно, совпадать. Показания должны совпадать. Но так как они ведутся различными организациями, периодически они могут разбегаться, когда абонент в одной из ресурсно-набжающих организаций не передаст вовремя показания. Возмущает комиссия в банках. Раньше поставщики услуг компенсировали дополнительные траты ЖЭКом. Теперь их несут собственники. В целом, сама сумма по платежке, которая будет составлять затраты на содержание имущества, наши коммунальные ресурсы и оплата комиссии банка, в целом она не должна увеличивать сумму по платежам за коммунальные ресурсы. Вот здесь надо поработать как с собственником жилья, так и, возможно, и администрацией. Сейчас в более удобном положении те, кто не перешел на прямые договоры, признаются ресурсники. Общая квитанция, люди оплачивают, как с муниципальным банком, и все. Нет проблем. Никто не волнуется, никто не бежит. Что мы можем сделать? Агитировать обратно мы не можем. Вы понимаете, это собрание собственников жилья. Мы повлиять никак не можем. Кстати, у потребителей с прямыми договорами есть возможность вернуться к платежам через управляющую компанию. В Красноярском крае уже есть такие случаи, и это вполне законно. Катерина Рушина, Антон Михайлов, РТС. Русина, Антон Михайлов, РТС.